Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня были сыграны первые матчи четверть финала, в которых встречались Ливон Аронян против Василия Иванчука, Владимир Федосеев против Весли Со, Ричард Раппорт против Лирена Дина и Петр Свидлер против Максима Вашьела Грава. Я предлагаю посмотреть, пожалуй, самую интересную партию это Ливон Аронян против Василия Иванчука. Аронян белыми, Иванчук черными. Ливон начал свою партию, как всегда, стабильно с английского начала, на что последовал достаточно редкий ход, это взятие пешки на С4 и белая играет Ферзь А4, шаг к королю и нападает на пешку С4, следующим ходом ее возвращает. Здесь был еще сыгран не основной ход. Основной ход в этой позиции это Конь Д7, но С6 тоже имеет право на существование, правда позиция у черных несколько похуже. Б5, Ферзь отходит, он Б7, теперь идет развитие легких фигур, рокировка, и основной ход в теории здесь это Конь Ж на Ф6. К нему мы чуть-чуть попозже вернемся. Давайте посмотрим, как было в партии. В партии сыграли А6, на что белые пошли Д4, С5 и белые здесь пошли Д5. ЕД и Конь Х4 достаточно неприятная связка на пешку и слона. А давайте теперь немножко вернемся назад, значит, когда белые только что сделали рокировку, и поймем, почему Конь Ж на Ф6 основной ход в теории. Конь Ж на Ф6, если пойти здесь также Д4, черные пойдут С5, и теперь белые не могут пойти Д5, тут аж три фигуры нападают, даже не нападают, держат под контролем это поле. Поэтому белые должны съедать пешку на Б5, черные Ф6, Конь А3 и ЦД. Ну, либо Д4, конечно, не обязательно ход. Теория советует здесь ход Д3. Ну и, например, в партии чучелов против постного было сыграно так, слон Е7, А4, Б4, Конь отошел на Б1 с целью перейти на Д2 и на Ц4. Черные играют С5, открывают своего белопольного слона. Конь СБ на Д2, рокировка, Конь С4, Конь Б6, Конь Е5, предлагая размен. Черные соглашаются, Конь Д7, Конь Д7, Ферзь Д7, и позиция приблизительно равная. Либо Василий Иванчук этого не знал, либо забыл, но, скорее всего, не знал, так как по времени Василий очень серьезно плыл. У него было достаточно мало времени, был сделан ход А6, на что вбил и Д4, Ц5 и смогли пробить брешь в обороне черных. И Д, Конь Х4, черные здесь пошли в партии Конь с Д на Ф6. Если попробовать защищать пешку Д5 другим конем, например, Конь Е7, тогда Ладья Д1, Конь Б6, А4, надо съедать, Конь Д5, тоже следует съесть, и Е4. Ладья связывает Коня и Ферзя, Коня легко белые отыгрывают, надо развивать фигуры, чтобы успеть хотя бы сделать рокировку. Слон Е7, напали на Коня Х4, следует пойти этим конем на Ф5, напали на пешку Ж7. Рокировка, ЕД, Слон Ф6 и Слон Ф4. Позиция белых намного лучше, несмотря на то, что они без пешки, все-таки лишняя пешка у черных у нас сдвоенная, и не представляет никакой угрозы. Идея белых теперь пойти конем на Д6, по возможности выбить слона с поля Б7, также в плане альтернативы можно ладью поставить на А3, чтобы затем перевести ее на Е3. У белых очень легкая и комфортная игра. В партии было сыграно конь с Д на Ф6, здесь белые сыграли ладья Д1, сохраняют напряжение и давление на пешку Д5, черные пошли Ж6, белые скушали, конь Д5, Е4, по-прежнему связка, уходить конем нельзя, слон Ж7, отыгрывают коня, конь Ф6 и ферзь Е2, шах. Ну, защищаться ферзем от шаха, конечно же, нельзя, после размены идет Д6, шах королю, король должен отходить и слон Б7, черный без фигуры. Поэтому единственный ход здесь у черных это король Ф8. А4, подрыв, лучше всего сыграть Б4, слон Е3, развиваем слона, начинаем давить потихоньку на пешку С5. Ферзь, Д6, ладья С1, было сыграно в партии Конь Д7. После чего черные достаточно легко разваливаются. Ну, в плане альтернативы здесь что-то предложить тяжело. Если сыграть, например, H5, чтобы сделать форпост для коня на Ж4 и затем на Е5 можем при ходе слона Ф4 перекрыться. Но белый впервые успевает, играет слон Ф4 сразу, ферзь отходит, конь Ф3, если есть пешку на Д5, то конь Е5, ферзь Е6, конь Ж6 удар, пешкой брать, конечно же, коня нельзя, теряется ферзь, надо есть только ферзем, тогда слон Д5, слон Д5 и ладья Д5, пока все поровну, но пешка на С5 очень слаба, скорее всего, она потеряется, король черных стоит на Ф8, не самая лучшая позиция для короля, пешки разрознены, у черных целых 3 пешечных островка, позиция белых близка к победе, в партии значит, было сыграно конь Д7, белые пошли конь Ф3, брать пешку на Д5 нельзя, будет тогда конь Ж5, на уход коня Ф6 съедим конь Д5, и ферзь Ф3, угрожаем съесть коня, защищать его уходом ладья Д8 нельзя, и за слон С5, черные остаются без ферзя, в партии было сыграно А6, белые пошли конь Д2, идея коня перевести на поле Е4, король отходит на Ж8, черные хотят короля перевести на А7, чтобы соединить две ладьи вместе, но они это не успевают сделать, конь Е4, ферзь и Д6, и черные сдались, если сейчас пойти королем на А7, то белые сыграют конь Ж5, Ш, АЖ, слон Б7, и после чего теряется пешка на А6, и у белых будет две проходные пешки, пешка А и пешка Д, если пойти здесь, например, выбить коня, слон Е4, мы съедим этого слона, угроза слоном пойти на Б7, наверное, надо играть черным А5, все равно пойдем слон Б7, заставим ладью встать на Б8, и теперь слон С6, нападаем на коня, если черный играет ладья Д8, мы играем Б3, у белых очень комфортная игра, при любом раскладе теряется пешка на С5, мы можем в любой момент съесть этого коня и выиграть пешку на С5, можем с этим не торопиться, всегда есть ход такой как ферзь Б5, будем тогда нападать на коня, будем нападать на пешку А5, непонятно как дальше играть черным, поэтому Василий Иванчук вот в этой позиции сдался, по сути из-за того, что не смог выйти из дебюта, совершил всего лишь одну ошибку, в самом начале вот в этой позиции на девятом ходу, вместо хода А6, который он сделал, следовало сыграть конь Женею в 6, и была бы приблизительно равная позиция, все остальные партии закончились в ничью, будем продолжать следить за раскладом этого турнира, завтра новые партии, так что завтра вечером от меня будет новый обзор, всем пока, до новых встреч,